Вчера я прочитал комментарий к своему видео на путь всем, кто будет голодать. Ну а зачем там голодать? Зашлаковываться, когда можно поступать иначе. Бегать и выпивать 3 литра воды. Вот, и я вспомнил, что я давным-давно занимался. Что я делал? Я регулярно бегал, был стройненький такой, регулярно бегал. Потом шел в баню. В бане, ну, как обычно, парился я, не злоупотребляя, парился и все. Вот, и после, приходив домой, я делал примерно около литра, ну, грамм где-то 700, наверное, сока. Это был сок из свеклы, ну, примерно на грамм 50. Остальное все было либо яблоки, либо морковка. И все это одним махом выпивал. Через некоторое время возникало послабление. Вот, и очищался даже желчный пузырь, насколько я понял, потому что выходили камушки тверденькие, похожие на семечки. То есть, вот такая рекомендация бегать. Что нам дает бег? Бег, в первую очередь, способствует тому, что у нас за счет вибраций возникает лучшая циркуляция. Все, что у нас застаивается, начинает, приходит в движение. И вот эти вот три литра воды, ну, в течение дня, естественно, я так понимаю, выпиваемые, способствует тому, что все это лучше циркулируется и промывает организм. И так, действительно, если поступать, ну, в течение недели-двух, то это существенно промоет. Потому что вот все, там, допустим, капельницы медицинские, которые направлены на то, чтобы промыть организм, удалить какую-то интоксикацию. Они там, да, промывают, жидко сдвижутся, но важно для того, чтобы очистить организм, убыстрить и усилить эту циркуляцию. И тут, конечно, вот ходьба, бег, отличная вещь для этого. Что касается теперь воды, опять я вспоминаю. Я в свое время голодал и пил талую воду. Вот я ее попил примерно недельки-две. Ну, сколько я пил? Ну, наверное, наверное, по литру где-то так, литр-полтора. Вот. Может, чуть меньше, но не больше полтора литра. Одна особенность. Талая вода. Это та вода. Вы поставили ее в морозилку, холодильника. Ну, допустим, те же два литра. Вот у вас замерзла. Замерзла полтора литра, да? То, что не замерзла, туда как раз выделились разного рода вещества. Вещества, ну, как бы сказать, вода при замерзании становится чистым, принимая структуру льда. И все из себя лишнее, ненужное, она выбрасывает. То есть, становится чистейшей. Так вот это, как раз, грубо говоря, мутную воду вы выливаете. У вас остается полтора, полтора литра этого льда. Ставите в комнате, при комнатной температуре. И вот эту вот воду, она растаяла, вы пьете. Растаяла, пьете. То есть, талая вода, это та, в которой еще плавает лед. Как только лед растаял, минут пять-десять прошло, все. Оно уже теряет свои свойства, именно растворять. И у меня, вот после этих двух недель, растворились даже камушки пошли. Там песочек, песочек в основном пошел из этой. Из почек. Я к этому был не готов. Это довольно-таки болезненно, если не сказать больше. Это очень болезненно, штучка. Поэтому, будьте готовы к этому заранее. Что если вы попили воду в таком количестве, в течение двух недель, а то, может быть, и раньше, у вас может начаться движение песка. И, естественно, будет к боли. То есть, надо быть готовы, не бояться. И я слышал другую рекомендацию. Что, чтобы вот этого не было, то есть, обильного растворения и выхода солей из организма, надо начинать со стаканчика талой воды. То есть, вы 200 грамм льда помещаете там, ну, когда вы помещаете, не знаю, там, в кастрюльку. Оно тает, вы пьете. И так постепенно добавляете. То есть, тогда у вас не будет того, что, грубо говоря, масса воды там в 3 литра талой будет растворять и мощно все это выделяться. Чтобы у вас, ваша выделительная система, почки были к этому, как бы сказать, постепенно подготовлены. А не, знаете, не было такого эффекта, как будто лавина-то так обрушилась, и почки должны это выделять. И, знаете, тут у вас будут проблемы с мочеточниками, и боли, и все-все-все-все. И вы тут все, грубо говоря, забросите такое. То есть, вот, хорошая такая рекомендация, которую в такой оригинальной форме подал действительно знающий человек. Но, что касается голода и этого метода, здесь несколько разные все-таки подходы. Хотя, должен сказать, вот как раз там один применял питье талой воды, он очистил сосуды там, кожа лучше стала. То есть, действительно, работает именно талая вода великолепно. А в сочетании с бегом, это еще, значит, или же с ходьбой, вот как я иду, она будет работать прекрасно. То есть, важно движением создать мощный оборот жидкости и добавить растворитель. Растворителем это вода. Вот, например, Брех применял талую воду, вот и талую воду, он дистиллированную воду, которая, как бы сказать, лучше всякие шлаки там впитывает, разбавляет их и выводит. А талая вода будет еще лучше действовать. Вот такая вот хорошая, хорошая рекомендация по очищению организма. Если сравнить, конечно, голод и этот метод, это все-таки разные вещи. То, что происходит на голоде, не происходит во время этого метода. Но, можно же голодать и кто мешает пить талую воду, как я в свое время, и активно двигаться. То есть, тот человек, который привык голодать, он, грубо говоря, голодание в течение недели, а то 10 дней, ну, выдержит легко и просто с таким повышенным активностью, двигательного режима и получит, конечно, хорошие результаты. Можно, конечно, и соки было бы, соки. А там тоже вода будет структурирована, там насыщенная. Ну, можно и так. Можно и так. Но, в любом случае, это надо пробовать. И то, что я пробовал, я убедился, что она работает и рассказал вам о тех особенностях и неприятных вещах, которые могут у вас появиться. Все, на этом заканчиваем. Снег лежит кругом бело, все тропинки замерло, движусь мощно и вперед, сердце пламя напоет, тишина и благодать, ширь да гладь, хорошо тут проживать. То есть, вот, когда во время ходьбы ты набираешься энергии, лучше работает голова и уже, так сказать, по это посветлее приходят мысли, побыстрее, да и энергетика меняется, энергетика самого голоса. Вот вы уже заметили, говорю, о-о-о, чувствуется энергия. То есть, очень важно это во время движения все это брать.